Город твоих побед. Под таким девизом пройдет праздничная неделя, посвященная 550-летию столицы республики. Итоги социально-экономического развития Чебоксар подвели на расширенном совещании. Какие приоритеты обозначили перед местными властями? Ответы у Дмитрия Ковалева. Столица региона на пороге реализации масштабных проектов. Только до конца этого года в городе должно быть открыто 10 детских садов. Ударными темпами строятся и новые школы. В перспективе в Чебоксарах будет решена проблема обучения ребят во вторую смену. В новом учебном году в таком режиме будет работать 22 учреждения. Решение видим в активном участии в национальном проекте образования. В конце прошлого года приступили к строительству школы на 1600 мест в новом городе. В сентябре будущего года она будет введена в эксплуатацию. Разработан проект школы на 1650 мест в микрорайоне Садовой. Готовятся проекты школ в микрорайоне Университетский, Солнечный и другие. В план дорожных работ в этом году включили аварийные участки. Впервые за 30 лет будет отремонтирован Сугутский мост. Здесь подрядчики не просто укладывают новый асфальт, но и меняют опоры. Еще одна масштабная для города программа – чистая вода. Реализация проекта позволит построить и реконструировать в городе канализационные коллекторы, насосные станции, ну и, как уже отметил, систему водоснабжения и водоотведения. Столица региона растет. В этом году строители намерены сдать свыше 9 тысяч новых квартир. В городе, отметил председатель правительства республики, должно поэтапно исчезнуть и аварийное жилье. Для этого Чебоксарам необходимо включиться в реализацию национального проекта. Город Чебоксары в связи с тем, что он не видит желающих участвовать в аукционах, отказался на первом этапе участвовать в реализации национального проекта аварийного жилья на 2020 год. И здесь вот я еще раз с этой трибуны подчеркиваю и прошу строителей с городом Чебоксары этот вопрос с администрацией урегулировать, чтобы уже в 2020-2021 году город мог подключиться к реализации национального проекта. Понятно, что строительный бизнес – это коммерческий бизнес, но без вашего понимания этого вопроса, без отклика администрации к городу Чебоксары республики, мы не сможем закрывать вопросы по социальным группам. Это и дети-сироты, это и аварийное жилье. Важная задача для властей города – рост доходов, отметил Иван Моторин. По налоговым доходам менее 1%. Соглашение, которое подписано городом, оно говорит о том, что еще нужно порядка 4% увеличить собираемость налогов. На финишной прямой юбилей столицы за вклад в развитие города руководителям предприятий вручили памятные медали Дмитрий Ковалев и Михаил Солин. Республика.